Дисциплина «Социальная экология и устойчивое развитие» Лекция номер 2. Становление предмета социальной экологии Древнегреческий философ и врач Эмпадокл, около 487-424 годов до н.э., большое внимание уделил описанию самого процесса возникновения и последующего развития земной жизни. По его представлениям, сначала из земли проросли растения, потом возникли животные, отдельно живущие головы, туловище, ноги и т.д. Соединяясь впоследствии друг с другом, они образовывали сложные организмы, из которых выживали и оставляли потомство лишь наиболее жизнеспособное творение. Точно таким же путем, по мысли Эмпадокла, произошел и человек. Величайший философ, ученый-энциклопедист Аристотель 384-322 годов до н.э. создал первую из известных классификаций животных, а также заложил основы описательной и сравнительной анатомии. Отстаивая идею единства природы, он утверждал, что все более совершенные виды животных и растений произошли от менее совершенных, а те, в свою очередь, ведут свою родословную, от самых примитивных организмов, возникших некогда путем самозарождения. Усложнение организмов Аристотель считал следствием их внутреннего стремления к самосовершенствованию. Одной из главных проблем, занимавших умы античных мыслителей, была проблема взаимоотношений природы и человека. Изучение различных аспектов их взаимодействия составило предмет научных интересов древнегреческих исследователей Геродота, Киппократа, Платона, Эротусфена и других. Древнегреческий историк Геродот, 484-425 годов до н.э., связывал процесс формирования у людей черт характера и установления того или иного политического строя с действием природных факторов – климата, особенностей, ландшафта и других. Древнегреческий врач Гиппократ, 460-377 годов до н.э., учил, что лечить больного необходимо, принимая во внимание индивидуальные особенности организма человека и его взаимоотношения с окружающей средой. Он считал, что факторы внешней среды – климат, состояние воды и почвы, образ жизни людей, законы страны и т.д. – оказывают определяющее влияние на формирование телесных конституций и душевных темпераментов, свойств человека. Климат, по мнению Гиппократа, во многом определяет также и особенности национального характера. Знаменитый философ-идеалист Платон в 1428-348 годах до н.э. обращал внимание на изменения преимущественно негативного характера, происходящие с течением времени в окружающей человека среде и на влияние, оказываемое этими изменениями на образ жизни человека. Платон не связывал факты деградации жизненной среды человека с осуществляемой им хозяйственной деятельностью, считая их признаками естественного упадка, перерождения вещей и явления материального мира. Древнегреческий ученый-географ Эратос Фен около 276-194 годов до н.э. предпринял попытку дать строгое описание современной ему ойкумены, части Вселенной, населенной людьми. Он составил наиболее точную для своего времени карту известного мира, на которой земля простиралась от Атлантического океана на западе до Бенгальского залива на востоке, от земли Тули, западные побережья современной Норвегии, на севере до Тампрубаны, остров Цейлон на юге. Вся айкумена была подразделена им на зоны – жаркую, две умеренные и две холодные. Эратос Фена считает автором подхода к изучению земли, согласно которому земля рассматривается как дом человека. Аристотель считал, что земля имеет шарообразную форму и находится в центре мира. Отрицая вращение земли вокруг своей оси, он считал звезды и планеты, связанными с вращающимися вокруг общего центра хрустальными сферами. Картины мира Аристотеля, сохраняясь неизменной, в основных своих чертах оставалась господствующей на протяжении всего Средневековья, вплоть до появления гелиоцентрической системы Николая Коперника. Начатое древнегреческими учеными дело изучения среды обитания людей и взаимоотношений человека-природы, получило свое продолжение в эпоху расцвета Древнего Рима. Римский поэт и философ Рукрецик Карм около 99-55 годов до н.э. вслед за своим духовным учителем, древнегреческим философом Эпикуром около 342-270 годов до н.э. утверждал, что природой управляет определенные законы, познания которых призваны избавить людей от страха перед смертью, богами и силами природы и открыть дорогу к счастью и блаженству. Он оставил после себя незавершенную поэму о природе вещей, в которой, в частности, изложил естественную природу, историю происхождения и развития человеческого рода. Рост могущества человека Рукрецик связывал с развитием у него особых механизмов приспособления к условиям существования, делающим людей более конкурентоспособными по сравнению с другими разновидностями живых существ. Основой мировоззрения Лукреция был своеобразный эпикурейский атомизм, согласно которому все сущее в мире составлено из одних и тех же мельчайших частиц атомов. Все складывается из них и со временем распадается на них. Атомы, необходимые живому организму для поддержания существования, черпаются им из внешней среды, в то же время ненужные либо утратившие связь с другими частицами отторгаются вовне. Древнегреческий географ, геолог и историк Страбон написал 17-тонную географию, содержащую ценные сведения из области геологии, физической географии, этнографии, зоологии и ботаники. Как геолог Страбон предвосхитил споры вулканистов и нептунистов, допуская, что поверхность Земли формировалась под влиянием обоих факторов динамической геологии, воды и подземного жара. Он импритировал ископаемые раковины моллюсков как окаменелые остатки древнейшей морской фауны, оказавшиеся на суше в результате поднятия соответствующих участков морского дна. Страбон также высказал предположение, что за Атлантическим океаном на Западе существует неизвестный материк, возможно, населенный другими, не похожими на европейцев людьми. Он также придерживался интересной точки зрения, согласно которой к цивилизации могут приобщиться лишь люди, проживающие на территории с теплым или умеренным климатом, обосновывая это тем, что в условиях низких температур жизнен вынуждены собираться вокруг костров, требующих непрерывного поддержания огня. Римский натуралист при ней в 23-70-х годах н.э. составил 37 томных сочинений «Естественная история», своеобразную энциклопедию естествознания, в которой изложил сведения по астрономии, географии, этнографии, метеорологии, зоологии и ботанике. Описав большое количество растений и животных, он также указал места их произрастания и обитания. Определенный интерес представляет предпринятая пленеем попытка сравнения человека и животных. Он обратил внимание на то, что у животных в жизни доминирует инстинкт, а человек все, в том числе умение ходить и говорить, приобретает путем выучки через подражание, а также посредством сознательного опыта. Начавшийся во второй половине II века упадок древнеримской цивилизации, ее последующее крушение под напором варваров и, наконец, установление практически на всей территории Европы господства догматического христианства привело к тому, что науки о природе и человеке в течение многих веков пережили состояние глубокой стагнации, не получая практически никакого развития. Положение вещей изменилось с наступлением эпохи Возрождения, о приближении которой возвестили труды таких выдающихся средневековых ученых, как Альберт Великий и Роджер Бекон. Перу немецкого философа и теолога Альберта Больштецкого, Альберта Великого, принадлежит несколько естественно-научных трактатов. Сочинение об алхимии и о металлах и минералах содержит высказывания о зависимости климата от географической широты места и его положения над уровнем моря, а также о связи между наклоном солнечных лучей и нагреванием почвы. Также Альберт говорит о происхождении горы и долин под воздействием землетрясений и потопов, рассматривает Млечный путь как скопление звезд, отрицает факт влияния комет на судьбы и здоровье людей, объясняет существование горячих источников действием тепла, идущего из глубин Земли и других. В трактате о растениях он разбирает вопросы органографии, морфологии и физиологии растений, приводит факты по селекции культурных растений, высказывает идею об изменяемости растений и под воздействием среды. Исследования, проводимые в рамках перечисленных выше направлений, заложили основу для выделения их в самостоятельной отрасли научного знания. В 1910 году в Брюсселе состоялся международный ботанический конгресс, на котором в качестве самостоятельной ботанической дисциплины была выделена экология растений, биологическая наука, изучающая взаимосвязи живого организма и окружающей его среде. В последующем несколько десятилетий официальное признание в качестве относительно самостоятельных направлений исследований получили также экологию человека, экологию животных, геоэкология. Еще задолго до того, как отдельные направления экологических исследований обрели самостоятельность, наметилась очевидная тенденция к постепенному укропнению объектов экологического изучения. Если первоначально в качестве таковых выступали единичные особи и группы, конкретные биологические виды, то с течением времени их стали дополнять крупные природные комплексы, такие как биоциноз, понятие о котором было сформулировано немецким зоологом и гидробиологом Мебиусом еще в 1877 году. Новый термин признан был обозначить совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство. Незадолго до этого, в 1875 году, австрийский геолог Эдуард Зюс для обозначения пленки жизни на поверхности Земли предложил понятие биосфера, значительно расширил и конкретизировал это понятие русские советские ученые Владимир Иванович Вернадский в своей книге «Биосфера, увидевший свет» в 1926 году. В 1935 году английский ботаник Тенсли ввел понятие экологическая система, экосистема, а в 1940 году советским ботаником и географом Сукачевым был введен термин биогеоциноз, которым он предложил обозначить элементарную единицу биосферы. Естественно, что изучение столь масштабных комплексных образований требовало объединения исследовательских усилий представителей разных специальных экологий, что, в свою очередь, было бы практически невозможным без согласования их научного категориального аппарата, а также без выработки общих подходов к организации самого процесса исследования. Собственно, именно этой необходимости и обязана своим появлением экология, как единая наука, интегрирующая в себе развивающиеся относительно, ранее относительно независимо друг от друга, частные предметные экологии. Результатом их воссоединения стало образование большой экологии, по выражению Реймерса или макроэкологии, Акимову и Хаскину, включающие сегодня в свою структуру следующие основные разделы. Общая экология, биоэкология, геоэкология, экология человека, включающая социальную экологию, прикладная экология. По емкости определению одного из крупнейших современных экологов Юджина, Одума, экология – это междисциплинарная область знаний, наука об устройстве многоуровневых систем, природе, обществе и их взаимосвязи. Социальная экология изучает закономерности и формы взаимодействия общества со средой, многобразие связей социальных изменений с изменениями в жизни, обеспечивающих материальных предпосылках социальных процессов. Для того, чтобы представить предмет социальной экологии, следует рассмотреть процесс ее возникновения и оформления как самостоятельной отрасли научного знания. По сути, возникновения и последующие развития социальной экологии явились естественным средством все более возрастающего интереса представителей различных гуманитарных дисциплин социологии, экономической науки, политологии, психологии и других, проблемам взаимодействия человека и окружающей среды. Своим появлением термин социальная экология обязан американским исследователям, представителям Чикагской школы социальных психологов Парку и Берджесу, впервые употребившим его в своих работах по теории поведения населения в городской среде в 1921 году. Авторы использовали его в качестве синонима понятия экологии человека. Понятие же социальной экологии было призвано подчеркнуть, что речь в данном контексте идет не о биологическом, а о социальном явлении, имеющем, впрочем, и биологические характеристики. На этом наша лекция окончена. Спасибо за внимание. Спасибо.